Михаил, ну вот складывается такое ощущение, что вот эта дипломатическая активность Зеленского, она вообще, ну лично для меня, она несет очень много позитивных сигналов. Такое ощущение, что мир уже готовится к своим действиям, подготавливает свои действия после украинского контрнаступления. Я не ошибусь, если скажу, что для всего цивилизованного мира уже результат этой войны, он предопределен, они уже его знают. И сейчас просто готовятся, как они будут действовать, ну первые свои шаги проговаривают в новом мире, в котором нет Российской Федерации, грубо говоря. Вы правы, то что будет новый, новый дивный мир, где Россия точно в таком виде существовать не будет. Несколько, мне кажется, преждевременно говорит о том, что контрнаступление предрешено с точки зрения всех позитивных результатов, которые мы с вами ожидаем. Да, нам бы хотелось, чтобы они были максимально быстрыми и позитивными в полном объеме, но тем не менее это тяжелая работа, которую будет выполнять, к сожалению, только украинская армия. Ну имеется в виду оружие, да, нам дают, но выполнять это будут только наши ребята. Третья составляющая. Несомненно, сегодня нужно думать о том, как этот мир, с учетом опыта этой войны, с учетом того, насколько пренебрежительно можно относиться к международному праву, что показала Россия. И что, соответственно, в любой момент вот этот хрупкий мир может быть разрушен вот такой большой объемной войной. И, соответственно, надо как-то с этим работать дальше, надо придумать новые форматы межгосударственного общения, которые будут все-таки как-то обеспечивать действительно стабильность мировой конструкции. Ну имеется в виду стабильность конструкции, когда в диалоговом, в дипломатическом режиме ты можешь решить тот или иной спорный вопрос. Тут даже важно следующее. Вот сегодня у нас идут заседания G7, но имеется в виду в Хиросиме собрались лидеры глобального, по сути, политического процесса как такового. Там не только представители G7, там гораздо более широкие представительства других стран, в том числе больших стран, такие как Бразилия, Индия и тому подобное. Важно, что там уже прозвучали фундаментальные заявления, которые определяют правильный финал этой войны. Лидеры G7 говорят, что эта война должна, безусловно, закончиться абсолютным выводом российских войск с территории Украины. То есть, грубо говоря, включая территорию 2014 года. Это фиксация нового статус-кво. То есть, если вы помните, до начала войны и даже в середине войны действительно рассматривалось, что было для меня, например, удивительно, рассматривалась возможность какого-то компромисса, то есть все-таки оставить России какую-то территорию. И вообще делали вид 2014 года, напомню, что не существует такой проблемы, как захват, оккупация того же Крыма и так далее. Это сейчас очень жестко, строго сказано глобальными государствами, которые, собственно, определяют основное глобальное ВВП, основной прогресс человечества как такового. Заявлено, что Россия должна убраться в полном объеме с территории Украины. И только после этого можно будет говорить о следующем этапе существования цивилизации в таких-то правилах. Это очень важный момент, и это говорит о том, что мнение глобальных элит изменилось. То есть, Россия в этом мнении больше не существует. Оно не то, что не доминирует, как раньше. Россия, в принципе, физически не существует, как элита, которая имеет возможность давить на глобальную элиту. Это очень важно для нас. Я думаю, что теперь, с учетом последних, вы видите, переговорных позиций, страны готовы идти на передачу на МИД дальнобойных ракет. Да, логистика немножко не так быстра, как бы нам хотелось. Страны сегодня, включая Соединенные Штаты, заявляют о готовности формировать уже легендарную авиационную коалицию. То есть, грубо говоря, мы уже можем рассчитывать на получение, да, опять же, не быстро, на получение F-16. Я думаю, что будет это все немножко быстрее, чем все представляют. Я имею в виду, представляют и подготовку наших ребят, и, соответственно, использование на поле боя. Мне кажется, что все это кардинально изменяет ландшафт политический, в котором находится Россия. Единственная здесь проблема – это, опять же, сама Россия. Россия всегда была недалекой страной. Но, к сожалению, она пугала людей, поэтому люди не анализировали их поведение, их речи и, соответственно, принимали неправильные встречные действия, неправильно реагировали на инициативы Российской Федерации. То вот Россия и так и осталась недалекой страной, которая не понимает изменения, произошедшие в мире. Они продолжают вот эту свою истерику, они продолжают рассказывать о том, что они тут достигнут тех или иных результатов, что они действительно влиятельны в мире, что они могут обойти все санкции. То есть, вы знаете, страна, которая реально сама себя разрушает, страна, которая абсолютно обнулена с точки зрения влияния в экономическом плане, в военном плане и так далее, эта страна продолжает продавать вот это свое мифическое величие, которое выглядит, конечно, очень-очень омерзительно и очень абсурдно. Ну, насколько они влиятельны? Недавно показал вот на днях буквально Китай, который объявил Владивосток своим внутренним портом. И ничего? Молчат? Да, Россию ждут очень тяжелые проблемы. И вот, кстати, знаете, мы периодически публично об этом говорим, и у вас здесь о том, что чем быстрее Россия осознает свою недееспособность, ну, с точки зрения реализации тех поставленных, как они говорят, целей специальной военной операции, а по сути войны против народа, пока они не осознают это, и если, вернее, они это не осознают, то они будут разрушены тотально, они действительно потеряют очень много объемов своего уже суверенитета, то есть это не будет суверенное в полноценном смысле этого слова государство. И чем быстрее они выйдут с Украины, тем больше шансов, что все-таки они будут иметь какой-то более мягкий транзитивный путь, да, ну, то есть, грубо говоря, замену или обновление элиты, скажем, будет в более мягкой форме, они проведут там какие-то полудемократические выборы и, соответственно, смогут как-то вписаться в современный мир, ну, по крайней мере, в усеченном виде и сохранят при этом частично суверенитет. Не факт, что сохранят все территории, вы тут абсолютно правы, особенно те территории, которые близки к азиатскому региону, но, безусловно, там будут соответствующие конфликты возникать в большем объеме, потому что там слишком много кровников, да, ну, то есть тех людей, которые уничтожали в борьбе за власть других людей и так далее и тому подобное. Но вот я же, опять же, отошлю нас к тому, что Россия не является на сегодняшний день адекватным государством, где есть качественный анализ происходящих событий. Вот вы знаете, буквально вчера есть там у них такие персонажи, напомню, да, тот же Патрушев, вот вы знаете, что он говорит? Он говорит, что передача Украине оружия нарушает там международные права с точки зрения возможности торговли оружием, вы понимаете? То есть, грубо говоря, человек атакует страну, вырезает здесь граждан и говорит, вы им оружие не давайте, потому что это как-то нарушает какие-то там где-то договоренности мифические. То есть, Украина не должна иметь права защищаться. Понимаете, если человек после 15-450 дней войны выходит и продолжает это говорить, это, несомненно, это человек должен находиться на скамье подсудимых, потому что только там, наверное, прокурор сможет все-таки в этот слабый мозг внести определенную соответствующую информацию, кто он, что он и почему он будет наказан пожизненным сроком. Субтитры создавал DimaTorzok